А что? Вы знаете, я вам честно скажу, мы на прошлом году, в год Козы был юбилей, приходит время, когда юбилей, я сижу тогда думаю, знаешь, вот все-таки хорошо, что день рождения только раз в году, потому что когда я стала такая известна, знаете, я вообще никогда не могла подумать, я все время мечтала быть врачом, понимаешь? Но только не звездой, понимаешь? И тут, знаешь, когда столько людей, стимы надо, сладкий стол, и тут же ж не любят, понимаешь? И тут родыщи поприезжали, монголо-татарское нашествие, ну знаете, и когда день рождения приходит в декады, это очень тяжело. Я сделал такое небольшое открытие, что у человека есть две слабости в этой жизни, это любовь и алкоголь. Вот мы не можем с этими слабостями бороться. Вот у каждого из вас была такая история, кто-то был в качестве наблюдателя и так сами участвовали. Не-не-не, я пить не буду, не-не-не, боже мой, не-не-не, я пить не буду, не-не-не, я сейчас пью антибиотики мне, нельзя, не-не-не, не-не-не, боже мой, не-не-не, не-не-не. Ой, что там от одной рюмки будет? Айдет, 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 куда вы на луку? Куда, боже, как они ее пьют? Ой, я люблю с лимончиком. Ой, что сказать? Знаешь, такой театр перед столом. Ой, не знаю, что сказать. Столько было прекрасных слов сказано за этим прекрасным столом, что прямо не знаю, что сказать за этим прекрасным столом. Столько было... Да говори, уже закипает. Так, хватит, сиди, не ворнякай. И наш звучит такой банальный-банальный тост, а все делают вид, что слышат этот тост в первый раз. Ну, я считаю так. Прежде всего, прежде всего, здоровье. Не будет здоровья, не будет... Да, да, Америку тоже. И чтобы у нас все было, а нам за это ничего не было. Такая, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. О-о-о, как бы не умереть от такой шутки. Ха-ха-ха, знаешь. Так, вот это одна рюмка и все. Я люблю свое слово держать. Одна рюмка и все. Я сказала, я... Я сказала, я слово держу. Так, между первый и второй перерывчик у нас небольшой. Так, что нас не фотографирует, я моргнула. Ну, в общем, пятнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая, двадцатая. И в результате ты просыпаешься дома, в чужих спортивных штанах. Смотришь так на окно, а занавески сорваны с петелек. Знаешь, вчера же, видно, пришла, закрывала. Закрывала, делала ночь. И потом аккуратно, так осторожно, неся голову, ты выходишь в коридор. И, судя по вещам, ты понимаешь, как ты вчера зашла вообще. Еще ж, по всей видимости, пошла вчера купаться, потому что голову намылила, а смыть забыла же, ты понимаешь? Думаешь, что она так у меня вот это, вот болит, вот это предплечье, знаешь, вот это лопа. Думаю, че я упала, думаю, че я дралась там, думаю. И тут ты вспоминаешь, что я вчера же по-деловому зашла в ванную комнату, взялась за эту ванну, за бордюр читать. Так, в ванную воду набирать не буду, потому что забуду вытащить вот этот пиптик, зацеплю соседей. Я не гордая, а покупаюсь под душем. Зашла в душу, завключила рычаг, подскользнулась на мыле, и в этой ванной крылатые качели, вот это так. А душ летает, ты его споймать не можешь, душ летает. И ты так сидишь на своей кровати, возле акваминераля, и каждый из нас утром говорит один и тот же текст. Чтоб я когда-нибудь еще раз выпила! Ну, я поняла, что забрался контингент наш. И вы знаете, я честно вам скажу, я расскажу именно историю на эту тему, потому что это самая близкая тема нашему народу. Я расскажу историю. Я пыталась ее записать в эту книжку, у меня ничего не получилось, потому что я ей по-разному рассказываю, и придумаю, просто придумаю. История, как я возвращалась после ночного клуба «Нектар» в день рождения Лиды Зезекало. Была Наташка Гупола, Витька Кондратюк, ну, наши там все, Наташка Дзыня со своим последним, мамедом, грузином. Вот, ну, в общем, значит, история такая, краткое введение. Я возвращаюсь, естественно, отстала от вагона, устроила дебош в этом ночном клубе «Нектар». Клуб хороший, дешево и сердито, знаешь, это караоке, там, вот это, Ямаха, вот это, ансамбль, это Владимирский централ, все, понимаешь, пластмассовые столики, зонтики Кока-Кола. Ну, так, дешево и сердито, знаешь. И я вот, естественно, иду, зацепилась там что-то с какими-то малолетками, тут же, милиция, тут, да-да-да-да-да. В общем, иду с опорного пункта. Оскорбленная. Уставшая. Пару раз. Униженная, о. Но, как говорится, лучше так, чем никак. Иду гордая. Я сейчас, друзья, встану в образ прошлых лет. Вы мне, пожалуйста, похлопаете. Благодарю всех за фантазию. Спасибо. Плохо. Плохо. Надо так понапеваться, чтобы забыть потанцевать. Танцевать, ну. Ты послешь? Лида. Лида. А ну, глянь, я хоть в юбке. Спасибо. Боже, где ты взяла тех армянов? Господи, ты, боже мой. Боже, дорвалась до бесплатного. Ой. Лида, ну нормально себе сидели в ночном клубе «Нектар». Никого не трогала. Мне заиграла на магнитофоне эта прибацана «Макарена». Ты как подорвалась, как будто ты ее написала, эту «Макарен». Чего ты полезла? Скажи, пожалуйста, на этот пластмассовый столик с зонтиком «Кока-Кола». Это «Амэн-да-да-да-да, амэн-да-да-да, макарена-да-да». Лида, стол пластмассовый. На твой зажигательный танец не рассчитанный, понимаешь? У него ножки поразвежались, ты упала, юбка наверху. Армяне с тобой смеются, как вот склоунессы с Житомира. Ой. Лида, потому что ни одна, ни одна интеллигентная женщина не справляется в день рождения с 12-го на 31-е в ночь, понимаешь? Ой, Господи, прими за лекарство. СМЕХ